Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте, добрый день. Большое привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал «Синхронное обещание в ФМ-диапазоне». Александр Хайрулина, программа «Лучшее в стране». И я очень рада вам представить своего сегодняшнего гостя, честно скажу, долгожданного. У нас сегодня председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Никит, привет. Здравствуйте. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. И тем более буквально через считанные дни после того, как завершился 10-й международный антинаркотический лагерь. Очень много вопросов к тебе. Очень хочется услышать рассказ о том, как все состоялось, как все прошло. Потому что я знаю, что на этот раз лагерь был каким-то особенным. Правильно? Еще лучше и лучше? С каждым лагерем особенный. Ну, прямо сейчас я, друзья, предлагаю посмотреть небольшую такую, скажем, визитку для того, чтобы, ну, все по полочкам в голове встало у тех, кто может быть, где-то слышал, кто такой Никита Лушников, кто-то слышал про Национальный антинаркотический союз. Ну, вот сейчас все будет у нас с вами понятно и предельно ясно. Смотрите и слушайте. Никита Лушников. Хотел бы выразить искреннюю признательность Никите Лушникову, который практически создал эту общественную организацию. И на энтузиазме которого она в огромной степени продолжает не просто существовать, но расширяет число сторонников и работает очень-очень эффективно. В прошлом наркозависимый, сегодня Никита Лушников является одним из главных представителей России в борьбе с наркоманией на международном уровне, а также автором крупнейших проектов в данной сфере. Один из них – международный антинаркотический лагерь, который одновременно собирает на своей площадке свыше двух тысяч представителей, выздоравливающие молодежи семи стран мира. Центральным событием подобных молодежных съездов является ежегодный международный турнир по смешанным ударным единоборствам среди выздоравливающей молодежи за титул чемпиона Союза. Активное внедрение спорта в программы выздоровления не случайно. На собственном примере Никита прошел путь от выздоравливающего наркозависимого до многократного чемпиона по боксу нескольких регионов России. По его словам, именно бокс помог ему приобрести важные качества достойного гражданина страны – упорство, самоотдачу выбранному делу и волю к победе. Это большое дело, большое дело, которое Никита делает, особенно по сегодняшней жизни. Человек, который нас вдохновляет, который вообще движет это все дело. Вы идете в правильном направлении. Я не ожидал, что это будет так круто. Никита – это вообще монстр какой-то просто. Он за тобой не ведет, а тащит. Деятельность Никиты ведется по благословению с хиархимандрита Илья, личного духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священнослужителя Русской Православной Церкви, духовника братья Оптиной Пустыни, который также входит в состав Наблюдательного Совета Национального антинаркотического союза. За более чем 11 лет работы создана крупнейшая сеть реабилитационных центров, действующая по настоящее время в семи странах мира. За это время курс лечения от химической и нехимической зависимости прошло более 15 тысяч человек, из которых более 7 тысяч на сегодняшний день находятся в стойкой ремиссии. Проведено 32 спортивно-терапевтических лагеря для наркозависимой молодежи. Учреждена не имеющая аналогов программы ресоциализации и трудоустройства для выпускников реабилитационных центров «Социальный лифт». Актуальность проекта отмечена профильными ведомствами Российской Федерации, а также ведущими специалистами международного экспертного сообщества в данной области. Инициирован и внесен ряд поправок в действующие законопроекты в сфере лечения разного рода зависимостей. Учрежден ряд проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни с участием политических деятелей, общественного сектора, известных спортсменов, звезд театра, кино и эстрады. Мое сердце – это объединять те организации, находить их со всех концов нашей России и собирать и консолидировать эти усилия, чтобы страна видела результат. Лучшее в стране И спасенные жизни, и благополучие семей, которые могли бы вообще просто сгинуть с этой земли, тому подтверждение. Их все больше и больше. Поэтому спасибо тебе огромное. Ну, сейчас я предлагаю, конечно, хочется... Эта тема очень сложная, но она важна. Скажи, пожалуйста, на сегодняшний день, ты-то наверняка в курсе настоящих цифр, сколько людей в нашей стране, какой возраст, к сожалению, в общем, у кого проблемы с наркоманией? Ну да, к сожалению, это такой очень острый вопрос, и многие его умалчивают, и понятно почему. Но я сам не любитель касаться этой цифры, потому что директор Федеральной службы наркоконтроля, ныне расформированный президентом, озвучивал цифру 8 миллионов россиян, которые когда-либо пробовали наркотик. Но мы так очень аккуратно ее обходили, пока вот уже наш президент не подтвердил ее, и недавно вот у него была цитата 7,5 миллионов тех, кто пробовали, и 2 миллиона, которые постоянно употребляют. Если брать статистики наши, как общественников, как людей тех, которые работают на полях, скажем так, да, на улицах, во дворах нашей страны, то я приведу пример очень практичный. И подобный лагерь наш, позапрошлый, собрал тысячу ребят, в холле, ну, в зале сидело ровно тысяча, ну, плюс-минус 10 человек. И я со сцены попросил поднять руки тех, кто попал на учет. Даже вот просто интересно там вот вас, Саш, спросить, как обывателя и зрителя, и ведущую, и просто как россиянку, да, в том числе, как вот вы думаете, сколько подняли руку из тысячи? Ой, я боюсь, что очень мало, а может быть вообще не один. Первая ваша мысль какая бы была? 10, наверное. Ну, это прям так, это нет. Ну, люди говорят, некоторые там 250, 300, кто-то. Вот так, да? Но на самом деле подняло 40 человек. Подняло 40 человек, то есть из тысячи 40 россиян попадаются на учет. Вы представляете, насколько можно умножить цифру в 8 миллионов, чтобы понять, какова проблема на сегодняшний день. Она глобальна, она огромна, и она растет в геометрических прогрессиях. Поэтому очень хочется привлечь внимание максимальное к ней, нашего населения. Ну, и кроме всего прочего, мне кажется, что сейчас, и ты говоришь, это часто в интервью, какие любые другие времена наркоманы помолодели. То есть употребление наркотиков начинается там с детства фактически, с 11 лет, со школы. Мы, к сожалению, начинали употреблять траву. И да, до сих пор бытует мнение, что трава не наркотик, но я вам скажу, что нет ни одного зависимого человека, который бы вот начал сразу с тяжелых. Вот сразу, я начал сразу с метадона. Я такого не знаю. Человек, если там, а мы там каким-то обманом это не сделали. Любой человек начинается, вообще все начинается с сигареты. Если так, грубо говоря, правду, ну, начинается с сигареты. Потому что сигареты – это легкий переход на траву. На сегодняшний день наркомания так модифицировалась и так изощренно вошла в систему ценностей, что сейчас именно через сигареты, через кальяны, через курительные смеси завели самую тяжелую химическую зависимость нашей молодежи. Потому что в 2009-м к нам завели курительные смеси как ненаркотическое вещество, а в 2011-м их обработали тяжелейшим реагентом, который на сегодняшний день с одной затяжки вызывает тяжелую химическую зависимость. И человек может просто в кальянной, затянувшись, попасть на реагент. Никто сейчас от этого не застрахован. Тут нужно только информационное понимание того, что происходит на самом деле. Чаще всего родители думают, ну уж в моей семье это не коснется. Всегда, к сожалению. Моего ребенка точно нет. Он хороший, любимый, умница, помогает. И, как правило, много лет даже могут не замечать никаких изменений в поведении человека. А зависимость уже вошла в самую крайнюю стадию. Никита, что на сегодняшний день можно советовать родителям? Потому что как-то брать за руку и вести что-то, сдавать анализы, разговаривать. Существует ли какая-то схема стандартная? Вы знаете, ну в первую очередь я рекомендую родителям начинать заниматься детьми с самого раннего возраста. И вы знаете, по себе скажу. Я нех... у меня двое малышей, и я не могу претендовать на хорошего родителя, но я очень стараюсь правильно воспитывать своих... у меня мальчик и девочка 5 и 7 лет. И, исходя из опыта своих родителей, у меня шикарные родители были, у меня были две бабушки, две дедушки, я был как бы такой золотой ребенок, у меня была собака, у меня было все, что только можно пожелать. Но в 14 лет мной перестали заниматься, потому что я проявил самостоятельность. То есть я показал своим родителям, что я уже сам вправе выбирать там что угодно, что хочу. И мне дали это возможность. Это была самая большая ошибка, наверное, моих родителей. То есть не надо было, ты считаешь, давай, да? Я считаю, что включаться нужно максимально именно в этом возрасте, когда идет максимальный период риска. 13. Особенно... ну, сейчас, к сожалению, вы уже сказали, реагент зашел в школу через курительные смеси, через энергетический мармелад, через энергетики, через всякую вот такую доступную, какие-то вещества. И как раз сейчас нужно включаться вот именно с 12 лет родителям для своих детей. Ну, включаться что значит? Мы говорим о том, что нужно больше беседовать, уделять времени, да, рассказывать о вреде, о том, что будет. Я скажу, что вот появился вот ребенок в 2 года. Ну, почему никто ребенка в 2 года не отпускает вот просто поползать по комнате самому на 2 часа? Там, а где там? А где твой ребенок? Да, ползает там, все нормально. Ну, почему? А почему мы отпускаем в 12? Ну, понятно, что у нас происходит успокоение, спокойствие. А, 12, уже сам дорогу перейдет, там, зеленый свет, все знает. На самом деле нет. 12 лет он выходит во взрослую жизнь, он вообще ничего не знает. Это равносильно, что его выпустить в комнате и оставить одного с открытым балконом. То же самое, что вы выпускаете 12-летнего пацана или девчонку, а девчонке вообще говорить страшно, выпускаете в Москву, в Брянск, в Калугу, куда угодно. Вы представляете, что с ней происходит вечером на улице? Ее просто разрывает от столько количества искушений, что даже не хочется тему развивать дальше. Никит, а что касается школьников, я так понимаю, что это еще и та аудитория, те люди, которых как раз сложнее понять, да, что они уже употребляют. И употребляют. И тем более затащить, как ты говорил, или отправить на реабилитацию. Ну это практически невозможно. Практически невозможно даже. Даже по закону. Мы не имеем права несовершеннолетних брать. То есть только с 18 лет. В очень исключительных случаях, когда родители подписывают кучу доверенностей, нотариально заверенных. Но опять же, 12-летний подросток в обществе 18-летних минимум, а так-то вообще 20-25-30 лет. Ему очень тяжело. Мы брали. У нас были такие случаи, но мало таких случаев у нас успешно заканчивалось. Потому что они выходят и опять... Никит, если говорить о среднем возрасте на сегодняшний день, вот все-таки максимальное количество наркозависимых людей? Саша очень сильно помолодел, к сожалению. Вот раньше я смело говорил, от 18 до 23-х это вот самый опасный возраст. И это мой возраст был. Мы сами попадали. То есть сейчас это правда от 12. И вот правда не хочется усугублять, не хочется пугать. Это действительно так. 12 лет они начинают курить спайсы. Все, они начинают курить спайсы, соли, нюхать. И все это так расходится, что потом просто не остановить. Страшно все это, конечно, слушать и понимать. Да, ну а что же тогда Национальный антинаркотический союз может сделать для этих людей, для школьников? Если лагеря, я уже так понимаю, центры реабилитационные, они все-таки для совершеннолетних. Ну да. Ну для тех, кто уже, к сожалению, столкнулся с проблематикой. Опять же скажу, что когда был ФСКН, ФСКН в нашей стране работал достаточно много, да, практически с 2000 года и до прошлого. Они строго-настрого закрывали нам какую-либо вообще все двери в первичную профилактику. Потому что было очень много у них своих доводов. Я не хочу их ни оспаривать, ни поддерживать. Но они считали, что мы пропаганда для простых ребят. То есть у нас получилось, то и у них получится. Но я всегда говорил, слушайте, у меня получилось. Нас было на улице, на моей около 50 человек. Нас осталось шестеро, я один из шестерых. 44 человек просто умерло, а мы похоронили их всех. Как это у меня получилось и у них получится? Да любой человек понимает, я из 50 остался в шестерых. Неужели кто-то хочет попробовать себя в такой статистике? Да 44 умерло, это колоссальная статистика, колоссальное количество. Если мы будем говорить в школах и в колледжах об этом, с каким адом мы столкнулись, я потерял в жизни все. Я когда на реабилитацию попал, у меня даже джинсов своих не было. Ничего не было. У меня были джинсы там старые, рваные. Я фломастером зарисовывал стертости на коленях, чтобы они типа казались нормальные. Ну разве кто-то захочет такую жизнь? Если правильно доносить тех, именно от тех лиц, кто с этим столкнулся, результат будет в сотни раз лучше, чем сейчас. У нас отсутствует первичная профилактика. Это тоже факт. И мне кажется, знаешь, что еще фактом остается то, что наркотик был, есть и будет всегда. Мало того, он модифицируется. И модифицироваться, и будет продолжать. И надеяться на то, что вот когда-то в один прекрасный день не останется никакого наркотика, это совершенно бессмысленно и глупо. Это как день и ночь. Это только воспитание, это только объяснение, разъяснение, ну и помощь людям, которые, к сожалению, попали в эту беду. Я хочу, чтобы ты нам рассказала немножко про международный антинаркотический лагерь. Кто эти люди, которые там собираются? Это же, я так понимаю, что уже ребята, там, мужчины, девушки, которые прошли реабилитацию, да? То есть они уже... Ну, нет, нет. Это как раз те ребята, которые проходят. Которые как раз проходят. Если в двух словах, то международный антинаркотический лагерь – это воплощение мечты. Не хочется там себе многое брать, потому что моя работа – это работа огромной команды, огромной команды. У меня просто сумасшедшая команда, которую вот можно пожелать только своему там близкому человеку, они делают все. Это моя спина и мой тыл. В первую очередь, конечно, это я верю, что мы все-таки делаем Божье дело. И это тоже явно видно. По-человечески такое сделать тоже, я считаю, невозможно. Ну и второе. Я когда-то мечтал о том, что можно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно среди своих сверстников. Не 12-летних, а 22-25. И вспомнил самое лучшее время своей молодости – это были пионерские лагеря. Тогда я был, наверное, действительно по-настоящему счастливым подростком, который только-только начинал курить в лагерях или что-то еще. Я попробовал возобновить эту модель, но только уже на другом возрастном контингенте. Тот результат, который это дал, мы просто перешагнули все страны. На сегодняшний день мы твердо уверены и знаем, что аналогов нашего лагеря на планете просто, хотя это и громкие слова, но они обоснованы. Не существует, потому что мы собираемся на 5 лет вместе. Это тысячная толпа ребят, которые просто дерутся, борются за свою жизнь, за свое будущее, зажигая друг друга, показывая друг другу пример и соревнуясь в достижениях. Не только пацаны, там и девчонки. И когда ты смотришь, у нас там девчонки, модели, красотки, спортсмены, турниры, футболы, бокс, волейбол. У нас тренер по боксу устроил подпольную лигу по нартам, мы узнали об этом на закрытии лагеря. Но это тоже дает свой эффект. Понимаете, соревновательные какие-то моменты в добром, они просто меняют человека на глазах в считанные дни. Ну это не только соревнования, но это же еще и мастер-класс, это встреча с известными людьми. Терапические группы. Вот в этот раз где все проходило? У нас всегда все проходит в одних и тех же местах. Мы работаем с пансионатами в Сочи, в Крыму и в Москве. У нас три лагеря в год. Нам дают, конечно, очень большие скидки, за что мы благодарны руководствам пансионатов. И всегда в одном месте, чтобы все знали, знаете, вот одно место, где все и выпускники, потом и родители, и детки наши, мы всех привозим туда. Ну уже как всегда было прибито, скажем так, место. Что для участников лагеря выступления известных артистов, музыкантов, актеров, тем более там список телеведущих уже очень серьезный. Некоторых мы посмотрим сейчас там в видео. Что для этих ребят, которые находятся в лагере? Опять же, успех нашей программы, нашей вообще работы устроен в том, что мы делали все это на собственном опыте. Я всегда у себя спрашивал, ну вот что бы мне понравилось, что бы меня зацепило, удержало бы в процессе реабилитации. И я начинал вот просто вспоминать своих, наверное, кумиров, своих людей, которым вот... У меня была мечта всегда встретиться с Ведей Мильяненко. Для меня это был кумир в спорте. Это был для меня всегда пример. Во-первых, пример нравственности и духовности. И, конечно, во-вторых, спорта, силы воли, стремления к победе. Я очень любил там Павла Деревянка по фильму «Неваляшка». Для меня это был любимый фильм, хотя бы, Паша, много фильмов. Там Юра Колокольников в августе 44-го. И по своим примерам, по своим типажам, я их всех... Я начал с ними знакомиться. Первый, кто познакомился, была Елена Ксенофонтова, заслуженная артистка сейчас уже Российской Федерации. Она познакомила меня с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Он меня так по-доброму назвал Никитушка или там Никиточка. Он уже познакомил меня там с Ксенией Рапопор, Ксенией Рапопор, с Пашей Деревянкой. И сейчас у нас огромное количество звезд, актеров, которые уделяют внимание так много... Уделяют ребятам так много времени и внимания, что мы давно уже поняли. Это работает. И в нашем случае внимание действительно дороже золота. Потому что никакими деньгами они бы не смогли нам заменить то, что они дают, вот приезжают нам. А, скажи, пожалуйста, Никит, ну как, например, успешный актер, что он может рассказать вот человеку? Ну что это, биография, личная жизнь, как он работает или, не знаю, какие-то советы? Это вот любимый вопрос Павла Деревянка. О чем я буду говорить? Да, 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 что он мне им рассказывает? Я говорю, Паша, ничего не рассказывай, сядь с ними и стань с ними одним целым, стань с ними на равных, расскажи им просто о своей жизни, о своих проблемах. Не надо говорить, чего ты достиг, все и так знают. Конечно, конечно. Мы видим тебя по телевизору. Скажи, есть ли у тебя проблемы? И Паша так начал открываться, что... Оказалось, что там у Паши побольше проблем, чем... У каждого, конечно, у каждого известного человека очень большие трудности. Да, конечно. Они же за свою известность надо платить временем, да, и своими там нервами, эмоциями. И в дальнейшем мне Паша сам говорит, когда лагерь? Я хочу, я заряжаюсь на группах. И Паша уже, конечно, там вот Юра Колокольников, много-много актеров, которые, они ждут лагеря, они стали одним целым. Там Саша Рева, он дает такие концерты зажигательные. Он приехал в том году первый раз, очень осторожно, потому что Саша, он такой осторожный ко всему, что незнакомо. И Паша вот нас познакомил, и в этот раз они приехали уже вместе, и Саша уже когда на сцену вышел, все. Уже крещенские купания были совместные. Ну вот они, у нас уже традиция есть, да, мы вот как раз концерт Саши делаем 19 января, купаемся. И когда он выходит на сцену, все, атмосфера в зале, она уже незабываемая. И все это знают, все это ждут, и это сильно работает. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго, после чего вернемся в студию, продолжим общаться с Никитой. И, кстати, посмотрим как раз видео отчет прошедшего лагеря. Оставайтесь с нами. А у нас сегодня в гостях, друзья, Никита Лужников, председатель правления Национального антинаркотического союза. Но, честно скажу, величайший человек современности для меня, по мне, так. И масса тому, в общем, доказательств и примеров, и это только еще начало. Мы поговорили немножко до ухода на рекламу о том, что на днях завершился 10-й международный антинаркотический лагерь. У нас есть видео, я хочу попросить включить наших инженеров эти видео. И, наверное, в процессе, а мы будем пока с Никитой продолжать наш разговор. Итак, небольшое видео можно запускать. Ждем с нетерпением. Никит, следующий лагерь когда? Уже известны цифры даты. Да, у нас будет в конце мая лагерь в Сочи. И этот лагерь мы делаем в формате семейного форума. Что это значит семейный форум? Ну, то есть мы посвящаем его своим семьям, своим деткам, женам, мужьям, родственникам, собираем их всех вместе, чтобы они тоже понимали, что они в приоритете. Ну, это очень важно, конечно, потому что близкие гораздо больше, наверное, даже страдают в этой ситуации. Они очень большая поддержка для нас. Никита, я имею в виду, страдают, когда наркозависимый человек есть в семье. Как созависимый, конечно. Ну, и тоже все очень занятые сотрудники, все же посвященные. И, конечно, я очень переживаю всегда сердцею за жен, за мужей, за... Никита, на сегодняшний день, я думаю, что многие, и все практически 100% сталкивались с какими-то объявлениями чуть ли не в подъездах, а уж в интернете и так далее. Везде огромное количество. Как раз приглашение в всевозможные центры реабилитационные, предлагают лечение от наркомании, от алкоголизма. И цены разные, и варианты разные, и условия содержания тоже разные. Расскажи, пожалуйста, в чем существует опасность, и все-таки куда стоит обращаться, если, не дай бог, в чьей-то семье такая проблема возникла? К сожалению, сегодня на этом не зарабатывает только ленивый, скажем так. И я считаю, что если вы вообще услышали какую-то баснословную сумму за реабилитацию, ну уже стоит задуматься и посмотреть, узнать у авторитетных людей, которые должны знать название этого центра или бренд. Вот даже если брать того же Андрея... Андрей Малахов сейчас на экранах, да, надеюсь, не обидится на нас, чтобы мы немножечко его покрыли разговор. Я думаю, не обидится точно, но чтобы заслужить доверие Андрея и его эфиров, потому что они в стране номер один однозначно по всем рейтингам, ну, у меня ушло около восьми лет знакомства личного с Андрюшей, и более тридцати человек героев его передач нам с Божьей помощью, с его поддержкой удалось вытянуть. И у нас, как ни странно, статистика именно героев Андреевых эфиров, они у него уже, да, меняют название, она самая лучшая, потому что все-таки люди, на которых смотрит страна, у них больше ответственности. У нас около 20 человек после этих из 30 сейчас трезвые и здоровые, хотя если брать общую статистику, она, конечно, намного, в разы меньше. И если касается качественной реабилитации, я скажу, ее очень мало в стране. Мы специально создали Национальный антинаркотический союз совместный с депутатами во главе вот с, на тот момент, еще и вице-спикером Государственной Дома Сергеем Владимировичем Железняком, который взял на себя такую, наверное, ответственность и поддержал нас в этом. Алексей Николаевич Лысенков тоже очень, как сказать, активно в этом принимал участие. В дальнейшем многие депутаты подключились, и в дальнейшем у министры, сейчас это правительственный уровень в каком-то, в какой-то степени. Поэтому на этой площадке мы стараемся объединить все центры, которые действительно хотят быть качественными, с которыми хотя бы можно работать и решать вопросы и проблемы, которые возникают с родителями, а их не избежать. И для этого мы создали большой федеральный номер, очень легкий, в который может обратиться любой желающий, и он предоставит консультацию абсолютно бесплатно каждому обратившемуся. Это 8-800-750-50. В принципе, помнить не так уж и сложно. 8-800-750-50. Совершенно верно. Ну и сайт, кроме всего прочего, есть твой личный, на котором тоже вся эта информация. Сайт мой личный, конечно, да. Социальные сети. Я стараюсь отвечать по личному везде. Это Инстаграм, и Контакт, и Фейсбук. Ну, больше, конечно, Инстаграм. Но и ребята, команда моя, конечно, подключается, если вдруг у меня нет времени и возможности. Никит, правильно я понимаю, что все реабилитационные центры как раз Национального антинаркотического союза, они работают по одной программе? Единой программе. Нет, нет, ну, конечно, есть, это правильнее будет сказать, по единым стандартам. По единым стандартам. Да, потому что программ очень много. Я считаю, я вам скажу, как, наверное, ну, я так не люблю называться специалистом или еще кем-то, это не мне судить, но 10 лет я употреблял наркотики, к сожалению, а 14 лет я их не употребляю. В общей сложности 24 года из 35 я посвятил осознанно-неосознанно этой проблематике. И это смысл моей жизни, это не моя работа. Потому что когда мне спрашивают, а почему ты этим занимаешься, я говорю, я ничем другим заниматься уже не смогу. Это две трети моей жизни. И я вам скажу, что не программа спасает человека абсолютно. Наркотик бросить несложно, честно. Сложно не начать его вновь употреблять. Однозначно вам скажу. И не программа дает мне свободу, а свободу дает мне сообщество, в которое я попадаю. И вообще, конечно, свободу дает Бог. Но как трудно нам прийти к Богу или к каким-то духовно-нравственным ценностям, если мы к этому не готовы. Ну, есть такая пословица, за уши и в рай не втянешь. Поэтому мы создаем сообщество, где человек чувствует себя комфортно. И вот на этот комфорт уже он сам выбирает программу, которую ему более-менее по душе. Есть очень распространенная, хорошая, ЭНЭевская программа амбулаторная. Программа Дэйтоп, Миннесот и много-много-много других. Мы объединяем центры, которые у нас результативные, которые готовы, как говорится, совершенствоваться и меняться. Это да. А уже программы абсолютно разные. Ну, а что касается еще одной уникальной методики или программы, как правильно выразиться, социальный лифт. Это же история, так понимаю, только в нашей стране пока существует, да? Это такой, знаете, наш ноу-хау, социальный лифт, это, скажем, такое, рассоциализация, адаптация человека в социум. Во всем мире есть очень много эффектных реабилитационных программ. Есть прямо очень эффектные, и это факт, я подтверждаю это, я некоторых из них знаю. Но ни в одной стране нет качественного трудоустройства людей, которые попадают на реабилитацию. Потому что страна перешла, ой, страна, кстати, наша страна одна из немногих, кто не перешла на программу заместительной терапии. Весь мир предлагает наркоману официальный наркотик, и ты становишься... Заменить один на другой. Ну, как вот Сергей Владимирович Железняк один раз сказал очень хорошую фразу, фармацевтический гроб. Это действительно так. Мы не против методона, но в нашей стране он неприемлем ввиду нашего менталитета. У меня получилось сейчас с помощью нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, мы будем, наверное, до конца дней чтить и быть благодарными ему за его внимание. Я даже иногда говорю, что, Сергей Викторович, вы не министр иностранных, антинаркотических дел. Потому что за два года вы сделали для нас больше, чем ФСКН не сделал для нас за все 14 или профильные ведомства. Он очень скромно улыбается и не любит там особо похвалы. Но это факт, и нас приняли в ООН, и приняли достаточно авторитетно. Потому что, ну, конечно же, во-первых, это было с рекомендацией уважаемого человека, такого, как наш министр. А во-вторых, нам было что показать. И мы сказали, что мы не против методона, хотя в нашей стране была очень агрессивная позиция. Ты сейчас рассказываешь как раз о своем выступлении на Генассамблее ООН. Правильно я понимаю? Как раз то, что было буквально в конце прошлого года. Это была Генассамблея, и до этого еще нам год назад весной удалось уже сделать это в Вене. Но мы сказали... Прости, что перевел, да. Что вы показали, что вы рассказали миру? Мы, как позволение, как сказать, поддержки Сергея Викторовича, мы сказали, что Россия больше не противится методону. Все так очень с замиранием сердца слушали это, потому что это было против обычной тактики. Но мы сказали, мы можем дать альтернативу ему. У нас есть доказательные базы. Понятно, что мало кто в этом поверил. Но, например, уже директор ОНПООН Юрий Викторович Федотов сказал, я приеду, посмотрю. Я приеду, посмотрю. Если это так, я готов вас поддержать. Ну и под его приезд руководитель Департамента международных отношений Государственной Думы Леонид Тударевич Луцкий организовал, опять же, при поддержке Сергея Викторовича Лаврова и того же Юрия Викторовича Федотова, организовал огромную, большую, первую в истории международную правительственную конференцию «Парламентарий против наркотиков», которая прошла 4 декабря прошедшего года. Там было огромное количество флагов, я видела, по фотографии, по видео. Более 43 стран, да, парламентариев, вице-спикеров, спикеров. И нас удостоили чести, в прямом смысле этого слова, нас удостоили чести быть соорганизаторами этого мероприятия. И там уже мы предоставили всему миру уверенно и твердо, мы сказали в своем выступлении, я сказал, что мы, россияне, русские общественники, хотим всему миру показать альтернативу и предоставить дополнение заместительной терапии. Мы не против заместительной терапии, но человека нельзя всю жизнь держать на наркотике. Его все равно в конце, и вообще сама идея метадона, она говорит, что человека нужно постепенно выводить. Но, к сожалению, ни в одной стране никто не выводит, а просто держит уже, как говорится, до конца дней. И мы предложили сделать дополнение и собрать, объединить все НКО, которые работают по программе Драгфри, в мире, в одну площадку. Драгфри, давай поясним немножко, что это. Драгфри, это где не используется заместительная терапия, где полная свобода от наркотиков. Мы хотим объединить и предоставить миру эту площадку, которую мы назвали WWD, World Without Drugs, Мир без наркотиков. Именно вот на нашем выступлении 13 марта в ООН я хочу презентовать эту площадку. Где это все будет происходить? В Вене, по-моему. Это будет происходить в Вене, да, это будет очередная сессия ООН по наркотикам. И Сергей Викторович Лавров и Юрий Викторович Федотов полностью поддерживают меня в этом. Я думаю, это большое очень. На самом деле, я думаю, что для многих это все-таки неожиданно, что именно Министерство иностранных дел России выступает таким покровителем, наверное, да, и крепким другом. Говорит о том, что Сергей Викторович просто нашел время и приехал к нам, а лучше один раз увидеть. Не посмотрел, согласна, это большая вещь. Другие министры этого времени не находят. Я с прискорбием сейчас вам сообщу об этом, может быть, нельзя об этом говорить, но я, честно, не хочется молчать, мы все-таки честные люди и хочется по-честному все делать. Так, конечно. У нас было больше тысячи ребят в этом лагере, были представители семи стран мира, приезжал посол Руанды, приезжали представители ООН, были звезды шоу-бизнеса, были спортсмены, были депутаты. Не было ни одного представителя Минздрава, ни одного. И не потому, что им некогда, мы оббили пороги. Я оббил пороги министра, замминистра, всех. Просто говорю, ну приедите, пожалуйста, мы покажем вам формат первичной профилактики. Мы сделали шедевральный спектакль на тему первичной профилактики, где актеры, сами ребята, которые бросили. Ни один человек не приехал, это не камень в огород Минздрава. Я просто констатирую факт. В нашей стране мы не справимся с этой проблемой, пока ведомства не будут объединяться с НКО. Потому что нету доверия, нету коэффициента доверия вообще никакого у населения для медицинской наркологии государственной. Это так. Но я почему-то уверена, что ты делаешь все для этого, и что в итоге... Будут большие подвижки, потому что сила и мощь, она в этом поможет. Но и люди, которые окружают тебя, и такие покровители, в том числе, как и Сергей Ильич Лавров, конечно, это непременно будет иметь успех. Друзья, предлагаю нам посмотреть с вами сейчас еще небольшое видео. Это тоже трейлер прошедшего лагеря, если можно сказать, трейлер, видео прошедшего лагеря международного антинаркотического 10-го 2017. На минуточку небольшую, пока будете смотреть, но, может быть, попросим Никиту также прокомментировать. Есть уже отзывы какие-то от участников этого лагеря? Что пишут, что говорят, делятся эмоциями? Ребята очень заряжены, все пишут, но больше пишут руководители, они собирают отзывы уже на итогах дня. Сейчас все ребята вернулись в свои регионы, в свои страны, в свои города. Ребята очень заряжены, потому что лагерь – это площадка, где мы получаем свою мечту, мы получаем новую цель. И я всегда говорю, что самый бедный человек – это человек без мечты. Это на самом деле так. И там именно они, видя друг друга, понимают, если они смогли, то и я смогу. Это главная цель и, наверное, месседж этого мероприятия. Я уверена просто, что, конечно, ты для них являешься самым главным, пожалуй, примером. Человек, который разговаривает с ними действительно на одном языке, потому что человек, который сам поборол эту проблему. Вы знаете, ну, я очень стараюсь. Я не знаю, как являюсь, не являюсь. Я очень стараюсь и стремлюсь к этому. Я верю, что все-таки Бог дает мне силы. И меня, опять же, поддерживает очень много людей. Тот же вот с Херхимандрит Ильи – это для меня мой духовник. И просто я считаю, что он на руках молитвы несет нас. Перед каждым лагерем он благословляет это все. Он присылает своих представителей, которые общаются с ребятами. И мы вкладываем, я сердце вкладываю. Это вот что сказать, что такое этот лагерь? Это я, это мое сердце, это моя жизнь. Я живу от лагеря к лагерю. Я вижу сотни и тысячи судеб, которые, наверное, и есть моя самая большая, как сказать, зарплатная. Но это еще учитывая тот факт, что поначалу, насколько я знаю, ты говорил, что очень много противников было и людей, которые совершенно не верили в успех этого лагеря и в это мероприятие, что вообще нужно с этим связываться. Да. Но, пожалуй, только ты один, наверное, сумел убедить всех и более того доказать. Не один. Я думаю, что есть еще альтернативные мне персонажи в нашей стране. Однозначно есть. Не только в моей команде. Но, вы знаете, я понял одно. Если бы не было давления, не было бы и потенциала. Я бы никогда не узнал, кто я, если бы мне не мешали. Я бы расслабился, если бы я получил какие-то государственные деньги или гранты сразу. Я бы просто расслабился и жил бы за них спокойно, не развиваясь, потому что не было бы стимула. Меня так давили, меня так закрывали. Я был главным сектантом страны и сотрудником ЦРУ, и ФБР, и кем бы я только ни был. И из космоса я там засланный был персонаж. Даже так? В итоге, ну, говорили, у нас такой бред, что чуть ли только детей мы там не ели у себя. Но это помогло и так мотивировало доказать, на самом деле, кто мы, что вот вы видите результат на экране. Да, это все очень, конечно, мощно и действует. Как сказали депутаты, когда увидели этот салют, говорят, вот что значит, когда деньги не пилятся и не отмываются. Потому что мы получили такой салют, у нас получилось сделать на спонсорские деньги, что не помнил район этот давно, такого шума и праздника. В общем, что я хочу предложить нам, друзья, сейчас прорываться совсем ненадолго. Теперь мы сделаем музыкальную паузу. Обязательно сейчас вернемся в студию, продолжим общаться с нашим гостем. Оставайтесь с нами. Никита Ложников у нас сегодня в гостях, друзья, председатель правления Национального антинаркотического союза. Никита, я хочу спросить, сколько центров в стране нашей существует, ну, те, которые вот как раз рекомендуют, наверное, или курируют антинаркотический союз? Ну, около 70 центров сейчас входит официально в состав. У нас более 43 фондов, которые насчитывают от 1 до 10-15 центров. Общая сложность это около 70, может быть, 75 максимум. Это в нашей стране и плюс еще за рубежами? Если за рубежами, то я думаю, что около 100, да. То есть мы работаем еще с 7 странами мира, и в некоторых странах мы открывали сами реабилитационные центры для наших соотечественников. Скажи, в основном, то есть за рубежом проходит реабилитация именно наше соотечественное количество? 95 процентов, да, конечно. Зачем же нам помогать там, американцев, реабилитировать американцев, если у нас там много своих очень, людей, которые тоже сталкиваются с проблемами. Скажи, пожалуйста, вот в ушедшем году, 2017, мы очень часто видели тебя на экранах телевизоров, там где-то в печатной прессе, и в связи с, скажем так, избавлением от зависимости известных людей, артистов, телеведущих и так далее. Все прекрасно знают эти фамилии, и ты, действительно, там, благодаря тебе, наверное, во многом, да, еще Андрея Малахова, как правило, благодарили в этих случаях вашу совместную работу, да, что вы помогали. На сегодняшний день, скажи, пожалуйста, ну, все эти громкие известные фамилии, имена, они, им удалось избавиться от зависимости? Вы знаете, ну, на самом деле, вот именно те, которые через Андрея пришли, это, мне кажется, были самые сложные персонажи, которые только можно было найти в нашей стране, потому что, если брать Дану, то, ну, Дана, она очень хороший человек, и она прекрасная девушка, да, она была в очень сложной жизненной ситуации, ей сейчас еще очень непросто, мы прилагаем колоссальные усилия, чтобы ей помочь, но у нее все получится, потому что она хочет. Она очень, она безумно любит свою дочку Полинку, просто, вот, просто это такой классный для нее стимулятор, я уверен, что у нее все получится, но если брать Криса Кельми и Женю Осина, я еще про Криса, как говорится, молчу, то Евгений Осин, это, конечно, человек, который, вот, именно, наверное, пример самого непростого вида зависимости, который только существует на планете Земля, это вот Женя Осин. И то нам удалось ввести его в двухмесячную ремиссию, что было настоящим чудом, он знает теперь, что можно бросить, он знает, как это сделать, и я считаю, в этом плане... А дальше сам выбирает человек, спасибо. Да, и Андрей, когда он помог, и все остальные, мы сыграли большую роль в этом. Не в самом лучшем сейчас положении находится, Дана, она борется, она молодец, мы ее поддерживаем, но я скажу вам, пользуясь, наверное, тем, что ваш канал, он больше такой музыкальный, да, информационный, и не только простые люди слушают его, для простых людей, мы с вами сейчас сказали уже достаточно информации, я хочу обратиться к известным людям, я очень много знаю известных людей, и, к сожалению, у них не меньше проблем, чем у простых. И как поет Алла Борисовна, что я по земле, да, так же хожу, и я как все, как все, абсолютно. Мы помогаем очень многим известным людям, я не могу просто назвать их фамилии, потому что эта помощь полностью анонимна, она в основном осуществляется за рубежом, это Таиланд, остров Самуи, у нас есть там несколько центров, один центр для простых людей, которые хотят просто анонимности, и центр Данова для как раз звезд. Там индивидуальная программа, и там работают с человеком очень высококвалифицированные специалисты, ну, соответственно, потому что там и оплата другая. И там программа рассчитана вот от 10 до 21 дней, потому что творческие люди, они там звезды, они не могут на большее количество вырваться. В общем, да, расписание бывает очень. Но любому человеку с любым статусом можно помочь вырваться из этой зависимости, и 8 800, 750, 50, мои социальные сети, а кто-то, если боится звонить, чтобы вообще огласки, вы можете писать мне в директ, а Инстаграм я читаю сам. Мы продолжим, друзья, нужно очень срочно прерваться, говорят режиссеры, и после чего есть еще пара вопросов, с удовольствием задам. Друзья, оставайтесь с нами. Программа «Лучшее в стране. Страна. ФМ». Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна. ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Никита Лужников сегодня в гостях у нас, председатель правления Национального антинаркотического союза. Да. Никита, я хочу спросить тебя. Мы уже все поняли про центры и про лагерь антинаркотический международный, а в всяком случае поняли то, что все-таки есть возрастное ограничение, да, 18+, пока на сегодняшний день это так происходит. Ну, да. А существует ли предел возраста? То есть я могу предположить просто, что человек, которому за 40, он может подумать, что куда там одни пацаны, девчонки, что я буду там делать? У нас есть специализированные центры, они называются Центр здоровых родителей. Там контингент от 45 и выше. И там немножечко другая программа, специфическая. Ну и там, конечно, зависимость больше алкогольная, потому что после 45 уже люди, к сожалению, наркоманы не доживают до таких лет. Даже проще будем говорить так. Поэтому любой возраст может обратиться. И несовершеннолетние могут звонить, потому что все-таки есть в нашей стране их немного. Центров, которые работают с несовершеннолетними детьми, они входят в состав союза. И мы переправляем деток туда. Никита, очень хочется узнать, как строится твой день обычный. Потому что... Ой, лучше не узнавать. Почему? Это такой сумасшедший ритм. Но ответственность колоссальная. Да, ритм... Мы только можем пофантазировать на эту тему. Ну, вы знаете, я вот, если учитывать ритм того же Сергея Викторовича, когда я узнал его, то я сказал, что я понял, что я ребенок еще. Что ты просто линсей, да? Абсолютно, да. То сто процентов. Потому что наши вот есть люди, которые ответственность несут за всю страну. Вот там вот, конечно, действительно нагрузка не то, что колоссальная. Так ты же тоже, получается, за здоровье страны? Я несу за одно направление. Непростое достаточно, да. Но оно одно. А если брать, конечно, вот формат высокопоставленных чиновников и министров, а все-таки я считаю, что большинство из них у нас порядочные люди, хотя там, да, можно много об этом говорить, но там огромная нагрузка, и они действительно выкладываются на полную. Если брать мой день, ну да, он, конечно, тяжелый. Единственное, что мне не хватает, конечно, времени на встречи со всеми желающими. Желающих встретиться очень много, но у меня еще есть двое деток, и так получилось, вот так, не знаю, волей судеб, что я их воспитываю, их сам, и я безумно их люблю, и я, конечно же, заботюсь об их будущем. Я отвожу с утра Сашу в школу. Ты дочку имеешь в это, да, Александр? У тебя красавица. Да, я стараюсь еще успеть, обязательно посвятить время немножко Леве. А он у меня и боксер, и хоккеист, и скоро он будет брейкдансером, он мечтает об этом. Я абсолютно не ограничиваю вообще ни в каком виде спорта, ни в чем, что он хочет. Я хочу, чтобы это был ребенок, который просто болеет, в хорошем смысле этого слова, всем, чем только можно болеть, здоровым, вот, интересным, креативным и динамичным. Так же и Саша. Они выступают у меня на сцене в лагерях, я через них показываю пример другим деткам. Они награждают чемпионов мира, они выносят им пояса, они награждают красивых девчонок, там, красавицы, и тем самым понимают свою значимость уже. Ну и потом встречи, 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 потом мне нужно успевать потренироваться с нашими боксерами, поиграть с нашими хоккеистами, попеть с нашими вокалистами, встретиться с актерами, опять же заехать в Государственную Думу, чтобы о нас там не забывали, заехать в офис. И это, конечно, нескончаемо. Никит, если немножко попробовать, ну, посмотреть так в будущее, лет через 10, каким оно видится для тебя, для Национального антинаркотического союза, для борьбы с наркоманами? Я думаю, что однозначно формат будет международный, и я понимаю, что в нашей стране, к сожалению, нет вот этой, вот знаете, взаимовыручки и доверия, взаимодоверия. Каждый в нашей стране сам за себя. Каждое ведомство борется за свой бюджет, готовя, и они наступают друг на друга, готовя, знаете, как братья любят есть братьев. Вот так вот даже можно сказать, и, к сожалению, это факт, потому что Минздраву вообще, ну, далеко не интересен реабилитационный сектор, хотя у нас огромное количество реабилитационных центров. Я хочу, чтобы мы заявили о себе на международном уровне, чтобы ООН признала нас, чтобы мир нас признал. Если нас признает мир, нас признает наша страна. И тогда мы сможем действительно повлиять... Вот, к сожалению, так иногда бывает, да, должен признать мир. Никит, ну, я думаю, что именно из твоих уст, наверное, сейчас ответ на этот вопрос будет иметь очень большую и мощную силу. Скажи, пожалуйста, так бывают наркоманы бывшими? Вы знаете, я 14 лет не употребляю наркотики и не собираюсь их употреблять в большую жизнь никогда. За мной стоят тысячи ребят, которые смогли справиться с этой проблемой. У нас получилось образовать более полутысячи семей. В наших кругах растут более 300 здоровых малышей, двое из них моих. Пусть это будет ответом на твой вопрос, Саша. И, может быть, на вопросы многих и многих. Я хочу искренне поблагодарить тебя за то, что ты пришел сегодня в нашу студию, потому что такие разговоры, они важны, нужны. И то самое дело, которым ты избрал для своей жизни, пусть даже и благодаря личной драме, трагедии, которая произошла, но, наверное, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, скорее всего. В тебе чувствуется большая сила, мощь, и пусть Господь поможет все силы и правительство, и страна, и люди, и огромное количество уже благодарных тебе людей, и, не знаю, учеников, уже воспитанников, подопечных, как их можно назвать. Ну и самое главное, друзья, вы помните, пожалуйста, что есть Национальный антинаркотический союз, и пусть вам он никогда не пригодится, но если вдруг, не дай бог, что, вы знаете, куда обращаться, и где очень мощная, серьезная команда, и которая обрастает все большим-большим количеством интересных, талантливых, известных людей в нашей стране, ну и которую возглавляет Никита Лошников. Никита, спасибо еще раз большое, будем очень рады новых встреч. Спасибо большое за приглашение, было очень интересно. Телерадио, канал «Страна и ФРА».